Такие механические двери можно увидеть во многих торговых центрах. Их установка не противоречит каким-либо техническим нормам. Но мы же понимаем, что это аварийный выход. Во время экстренной ситуации механизм может выйти из строя и двери может заклинить. Чем уже будет проход, тем больше людей подвергается опасности. Это главный вход в один из самых крупных торговых центров Казани, Паркхаус. Четыре механические двери на входе, по сути, образуют огромный проход. Но если система заклинит, такая дверь может стать настоящей западной. Во многих странах рядом с механической дверью всегда ставят дублирующие, ручные или распашные. Откуда при чрезвычайной ситуации всегда можно беспрепятственно выйти наружу. В странах, где, как мы понимаем, вопросы безопасности людей ставят превыше всего. Для того, чтобы разобраться в противопожарной системе, в нашем случае торговых центров, нужно как минимум иметь специальное образование, не говоря уже об опыте и практике. Но существуют такие вещи, которые находятся как бы на виду и могут быть понятными даже для неспециалистов. Вот, к примеру, жительница Челнов в местном торговом центре «Омега» обратила внимание на закрытый пожарный выход. Там же оказалась не рабочая система противопожарной безопасности, а на пути аварийного выхода находился магазин. «Пути эвакуации заставлены принтером». «Я работаю здесь с декабря месяца, с 20 минут». «Вы пришли, уже было». «Да». «Сейчас убираем». «Видимо, вы благополучно проверили». «15-й год вот». «А они после этого благополучно на пути эвакуации закрыли». «Так точно». «Ну, это вот как раз из той серии. Так, все хорошо на бумаге». «Внимание, пожарная тревога. В том числе, где вы находитесь, обнаружено затопление». В торговом центре «Московский», что находится в Кировском районе Казани, сработала тревожная кнопка. Весь народ ринулся именно туда, откуда вошел в здание, то есть побежал в сторону основного выхода. Это и есть основной инстинкт. Никто из посетителей не удосужился заранее узнать об аварийных выходах из здания. Никто из персонала не направил в правильное русло людей, находящихся в панике. В итоге образовалась самая настоящая давка. Этот торговый центр, главный экзамен, не прошел. В помещении хранятся горючие материалы, электрощитовые. Электроприборы находятся в открытом состоянии. Датчик пожарной сигнализации почему-то закрыли толпаком. То есть сигнализация в данном помещении не сработает. Сразу оговоримся, что все помещения согласно противопожарным нормам разделены на классы. Так вот, помещения, где предполагается массовое и длительное пребывание людей, относятся к классу F1, F2 и F3. Так вот, помещения класса F1 не могут располагаться в подвальных этажах зданий. Это закон. А теперь посмотрим, что в жизни. Торговый центр XL Базар, как мы видим, находится в подвале. Чтобы туда войти и оттуда выйти, соответственно, нужно преодолеть весьма крутой спуск. Дальше еще больше. Торговый центр похож на лабиринт, где вместо указателей запасных входов и выходов самая полезная информация о скидках. Этот торговый центр XL Базар вызывает очень много вопросов. На форумах пишут, что в летнее время здесь очень жарко, очень душно, практически отсутствует вентиляция. Кстати, план эвакуации мы искали и нашли только вот здесь, в запутке, рядом с туалетом. Пожарный выход из подвала есть, но, по словам охранника, раньше он всегда был открыт. Теперь его открывают только по определенным часам с 9 до 11 часов дня. А теперь внимание. Для того, чтобы продавцы успели занести свой товар, а затем дверь сразу на замок. То есть получается, что товар в этом торговом центре дороже жизни и здоровью людей, у которых, как мы уже сказали, из подвала только один путь. Вот такие карусельные двери в торговом центре кольцо. Выглядят весьма эстетично, защищают помещение от шума, пыли и грязи, грамотно распределяют поток. Но по правилам пожарной безопасности на путях эвакуации людей не должно быть никаких турникетов и вращающихся дверей. Все это затрудняет движение, не правда ли? Ох, никак не можем отсюда выйти. Ну каков он крутящий момент истины? С какой целью в торговых центрах устанавливают двери-карусели? Тут могут быть разные варианты, и каждый из них по-своему разумен. Чтобы не охлаждать помещение, это собственнику дает экономия тепла. Чтобы ловить воров. Говорят, что были случаи, когда они там застревали. Опять-таки плюс. Но только не эвакуация. При эвакуации как она сработает? Они не предназначены для эвакуации, но тем не менее, вот эта средняя створка в случае сигнала от пожарной сигнализации повернет дверь вот таким образом поперек и откроется. Но тем не менее, через них эвакуироваться не надо. Для эвакуации есть специальные безопасные выходы с этой стороны дверей, с той стороны дверей, которые абсолютно всегда открыты. Здесь нет никаких замков, здесь нет даже магнитов. Все периметровые двери, которые у нас находятся по периметру здания, их 35 штук, они все без электромагнитных замков. По словам специалиста по техническому обслуживанию, в Меге возле каждой такой двери-вертушки есть два параллельных аварийных выхода. Более того, в самом крупном торговом центре Казани свыше трех десятков пожарных проходов, и каждый из них имеет свободный доступ. Здесь даже дверь для служебного пользования открывается одним движением руки. А вот дверь, которая так называемая, находится на электромагнитном замке, поскольку там есть технические помещения, и посетителям там заходить просто незачем, да, ведь она закрыта. Но, опять же, при опасности нажать кнопку открывания двери. Все, пожалуйста. Это эвакуационный коридор. Зайдя сюда, вы спасены. Почему? Все стены имеют необходимый предел огнестойкости. Потолок бетонный. Здесь гореть нечему. По всему торговому центру установлено 15 тысяч датчиков дыма. Вся противопожарная система заточена под европейский стандарт, а это значит, что все требования жуще вдвойне. В детской комнате сразу два пожарных выхода, исключительно для эвакуации детей. По длинному коридору в сопровождении взрослого в случае ЧС они попадают сразу на улицу. Ну и все, дети выходят на улицу. И после этого воспитатель в супервайзе проводит их в ту террасу, там они в тепле ожидают своих родителей. Стоит отметить, что Мега изначально была построена как торговый центр, потому соответствует всем требованиям зданий для посещения большого количества людей. И в случае с адмиралом из Зимней Вишни это были переоборудованные помещения. И такие переоборудованные торговые центры до сих пор работают и в Казани. Когда-то в этом здании находились заводы Пишмаш и завод ЭВМ. Сегодня здесь расположился торговый центр Мега Мебель. Мы очень сомневаемся, что собственник этого здания провел здесь тщательную реконструкцию именно под торговый центр, потому как это требует, как правило, серьезных вложений. Более детальный анализ нам сделают наверняка соответствующие службы, которые обещали проверить все торговые центры в городе. Сотрудники прокуратуры и МЧС повсеместно прерывают размеренную жизнь торговых центров. В торговом комплексе «Тандем» свыше 100 арендаторов. По будням здесь бывает более 20 тысяч посетителей, а по выходным вдвое больше. По поводу эвакуации могу сказать, что вопросов у нас пока не возникало. То есть прошло быстро в штатном режиме, в течение примерно 7-8, возможно, 10 минут. То есть, в принципе, нормально. Рейд по торговым центрам только начался. Проверят свыше 200 объектов по всему Татарстану. Но все же хочется верить, что под слоганом «Нам важен каждый клиент» руководители торговых центров начнут понимать нечто большее, чем получение прибыли. Ведь такие ошибки стоят слишком дорого. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.